Добрый день, техцентр ОИНЗАП. С вами я, Анатолий. Мы будем менять топливные форсунки. У нас Гранд Старакс 2013 года, Европятый. Здесь стоит турбодизель 2.5. Форсунки будут меняться первого-второго цилиндра. Причина замены форсунки. Первая форсунка первого цилиндра у нас заклинило, стучит, а второго цилиндра сливает в обратку. В данный момент мы не можем запустить вам двигатель, потому что идет белый дым и сильный стоп с форсуночки. Также мы будем менять масло в ней, так как топливо попало в систему двигателя. Так, смотрите, что мы. То есть, понятно по фильтрам. То есть, оригинальный фильтр, оригинальное масло. У нас в данный двигатель идет 5.30, фундаевское. Довольно хорошее качественное масло. Оно как раз-то сделано именно под этот двигатель Европятый. Форсунки у нас идут Делфи. Вот так она выглядит, Европятая. Она уже идет с колечком, то есть, с шайбой медной и резиновым кольцом. Оригинальное идет без кольца. Почему здесь кольцо стоит? Заявлено, что данная форсунка, она восстанавливает их в Корее. Вот. То есть, это не новая, не оригинальная. То есть, ее помыли, покрасили, заменили. То есть, видно, что распылитель новенький. Все колечки, шайбочки, все сменили. Неоднократно их уже ставили, эти форсунки. Хорошо себя как бы они показали. Так, ну что, начнем. Начнем мы с того, что надо избавиться от обратки. Вот. Для снятия обратки никогда не пользуйтесь никакими острыми предметами. Ничем. То есть, очень часто вот этот шланчик снимают с форсунки, с обратки. И пытаются его подковырнуть, рвут или ломают. Все это снимается руками. Надо просто прокрутить вправо-влево, сорвать шланчик. И потом, небольшое усилие, и вот он снялся. Ну вот, все. Аккуратненько сняли. Очень часто сталкиваемся с тем, что после ремонта где-то люди приезжают, и обратка вся сломана. Так, вот, сейчас мы ее сюда, в стороночку, удалим. Накроем тряпочкой, потому что здесь будем дуть воздухом. Здесь у нас есть некое количество топлива и песка в полости. Ну вот, сейчас мы так частично продули. Следующий, снимаем разъемы электрические с форсунок. Тут необходимо поддеть такую оранжевую. При установке обязательно надо вытащить его полностью, чтобы он вот так был, замок разжат. И необходимо продуть сжатый воздух. Это мы потом при сборке уже все покажем. Теперь ключиком на 17 отворачиваем основную трубку подачу. Сорвали, теперь трубочки свободно должны сняться. Так, тут чуть-чуть не пошло. У нас остались два открытых тусера на топленной рамке. Необходимо закрыть их колпачками, так как мы будем пользоваться сжатым воздухом еще в процессе. Добавить сближать туда попадание. Так, теперь отворачиваем болт в крепление форсунки. На европятых двигателях это делается все довольно просто. Вот такой у нас болт. Тут сферическая шайба. Он у нас под ключ 12 головку. Вытаскиваем второй. Вытаскиваем сам кронштейн. Промываем, продуваем. Довольно большое количество песка здесь у нас имеется. Так, теперь ключиком на 16 рожковым мы вставляем его. Вот здесь сверху есть такой пальчик. И раскачиваем ее вправо-влево форсунку. Форсунка вылезла хорошо. Видно, что вот здесь на данной форсунке, то есть она оригинальная, снимается первый раз. Уплотнительного кольца нет, как было вот на этой форсунке. То есть вот она темненькая есть. И вот этот песок как раз-то попал сюда, в полость. Он там закисает, то есть твердеет все это. И форсунка потом очень сложно вытаскивается. Вот следующая тоже у нас хорошо пошла. В визуальном принципе вот даже видно по распылителям, что такой есть у одной сухой нагар, а у вторая именно мокрая. То есть не было высокой подачи и топливо попадало в тюрьму. Снова продуваем колодцы. Так, ну что, при чистке колодцев воздуха не жалейте. Также нам необходимо убедиться в том, что в колодцах все хорошо. Ну вот, во втором все хорошо. И также смотрим первый колодец. В первом тоже все хорошо у нас. Так, ну вот в первом еще на стеночках осталась грязь. Сейчас удалим ее. Возьмем вот тряпочку и таким как шомполом почистим стенки. Они там в таком песке, песок там с топливом и маслом. Нередкость, когда это именно масло в районе первого-второго цилиндра, при доливке масла в двигателе люди очень часто проливают мимо. Ну, в этом есть плюсы. Форсунки данных цилиндров вылазивают без проблем. То есть они регулярно смазываются маслом. Вот вся наша тряпочка в грязи. Еще раз продуваем. Снова заглядываем в колодцы. Ну, вот колодец второго цилиндра чистенький у нас. И первый. Первый тоже чистенький. Сталкиваемся с такими случаями, когда люди приезжают, сами отремонтировали или заменили форсунки. И из-под форсунки сечет. Из-под уплотнительного кольца. Проблемой, основной проблемой является отсутствие сжатого воздуха. Когда вы меняете сами. То есть в гараже или где-то, не знаю, в поле. То есть здесь, на данном двигателе, всегда присутствует большой объем песка. И сейчас вы видели, что мне периодически приходится дуть, дуть, дуть и дуть. То есть он не скончает. Все же, когда у нас прогорело кольцо или песок, имеется такая вещь. То есть, вот, имеется фреза. Она бывает разных марок. Вот, допустим, с такими ложицами. То есть под уплотнительную шайбу, порсунки, мы чистим колодец. Если в этом есть необходимость. На данный момент у нас все там в идеале. Как новое, строгать мы ничего не будем. Но если бы пропускало, был бы нагар или песок, мы бы почистили. Не всегда вы сами своими руками, допустим, где-то на даче или в гараже, можете все сделать качественно. Довольно много нюансов. Сейчас мы подготовим наши топливные трубочки. Так, вот у нас два болта. Сейчас мы их помоем. Также моем кронштейны и трубки. Мыть лучше очистителем сжатым. То есть, отлично отмывает. Трубочки мы помыли-продули. Все здесь подготовили. Теперь будем устанавливать непосредственно сами форсунки топливные. Форсунки топливные, они прописываются в блоке управления. У нас 17-значный код имеется, который мы заранее переписали, чтобы потом сделать пробивку форсунок. Так, вот это у нас пойдет на втором цилиндре будет стоять форсунка. Также будем использовать медный спрей. Это температурная смазка. Она не даст закиснуть ни кронштейну, ни самой форсунке, ни болту крепления. Звучит гуку. кронштейн под форсунку можно поставить как наружной так и внутренней стороной не путайте то есть есть отличие что под сферическую шайбу должно быть обязательно упор нередко встречали когда люди сами устанавливали топливные форсунки но машина после этого не заводилась не заводилась она из-за того что в камере сгорания просто отсутствовало сжатие сейчас так слегонца подтягиваем нам сейчас необходимо чтобы у нас форсунка двигалась удаляем колпачки которыми мы закрывали на всякий случай еще раз пройдемся уберем если что-то какая-то гадость ну и устанавливаем топливную форсунку как раз вот мы форсунку не затягиваем чтобы она вот у нас играла в таком положении туда сюда мы сперва ловим угол то есть именно конус топливной трубки с одной и с другой стороны только лишь потом будем затягивать саму форсунку так смотрите за данное действие не судите меня строго те кто не этот а затягивать я буду вручную затягивается это динамометрическим ключом болт восьмерка с шагом 125 у нас в алюминий затягивается с усилием от 225 ньютонов до 28 я уже полагаюсь на свой опыт ты как бы он меня еще не подводил затянули мы все форсуночки в принципе здесь все делается просто также теперь затягиваем трубку топливную сперва от форсунки одну и потом вторую а потом уже будем затягивать на топливной рампе теперь сюда переходим теперь сюда переходим вот все мы затянули следующее наше действие это располагаем разъем нередкость когда данный разъем у людей отщелкивается в дороге и выскакивает причиной является опять же мусор тот же песок то есть перед установкой мы должны продуть именно вот этот механизм фиксации сперва мы то есть вот так фиксируем чтобы замок не защелкнулся вставляем основную а потом лишь только защелкиваем замок то есть если раньше времени защелкнется замок то разъем не зафиксируется со вторым точно так картошку ну вот характерный такой щелчок был говорил о том что все затянулось теперь обрадочку устанавливаем всегда будьте аккуратнее когда меняете форсунки или что-то связанное с топливной системой старайтесь чтобы как меньше было вокруг песка любых других таких грязи какого-то чего я не знаю пуха пусть у кого опилки у кого что старайтесь чтобы максимально было чисто опилки до опилки в голове могут быть очень часто сталкиваемся с людьми у которых по всей видимости опил принципе по форсунке поставили все хорошо смотрите при запуске двигателя есть именно по форсунке есть ряд нюансов максимально постарайтесь накачать лягушку топливную есть люди допустим они не одевают разъем и откручивают трубочку сливают топливо заливают здесь все топливом это не чему делать сейчас мы запустим двигатель и сразу необходимо поднять обороты до двух двух с половиной тысяч продержим их эти обороты где-то в течение там 10 20 секунд после чего мы сбросим мы увидим что двигатель работает неровно и потом будет такой тоже как бы нюанс который вам покажем сейчас я буду запускать ну вот на данный момент запустили двигатель видим что при нажатии на педаль газа двигатель работает жестко и неровно просто у данный форсунок внутри подклинивает клапан и его необходимо раскрутить проще всего избыточным давлением как это сделать есть ряд таких вещей мы используем разъем на топливной раме мы отсоединим разъем тем самым переведем данную топливную систему в аварийный режим при нормальной работе у нас давление топлива 26 27 допустим до 29 бар при снятии разъема он увеличит его до 45 и когда мы это снимем мы услышим такой стук от форсунок от избыточного давления и после того как мы его оденем обратно и давление вернется мы увидим что двигатель начал работать ровно вот это снимаю у нас разъемчик находится в конце ну вот где-то держим секунды 3-4 одеваем ну вот сделаем это еще если допустим даже двигатель работает все же после этой манипуляции неровно делаем это еще один-два раз то есть не больше пяти секунд мы еще разочек делаем потому что наблюдается еще небольшое вот все данный двигатель вот у нас все отлично работает сейчас я пойду ставлю разъемчик от диагностики вот сейчас мы уже даем газу и чувствуем что двигатель работает мягко также у нас присутствовал длительный запуск на прогретом двигателе то есть сейчас он заводится в полоборот то есть у нас форсунка второго цилиндра сливала в обратку пользоваться будем диагностикой это лаунч здесь выбираем то есть наш он также прописывает форсунки топленые сейчас может быть кто-то говорит скажет такая не самая лучшая диагностика но лучшую не нужно вот выбираем год 13 вот он у нас два с половиной евро 5 и заходим двигатель вот у нас ошибочка слишком высокое давление эта ошибочка выскочила после того когда мы сняли разъем то есть мы зашли двигатель где ошибочки у нас поток данных и в самом низу есть специальные функции вот у нас инжектор так прокручиваем у нас прокручиваем сейчас поворачиваем так он нам так не даст мы открываем первый цилиндр и смотрим на первом цилиндре то есть у нас не соответствует так будем вносить свой новый код так теперь вот мы внесли на новый код делаем окей и код изменился форсунка первого цилиндра у нас теперь под этим кодом выходим назад открываем второй цилиндр вот у нас начало кода 4 м а если мы посмотрим здесь то у нас будет начнется fm 2 допустим теперь будем прописывать второй цилиндр 10 готово готово данный код прописан если вы вносите неправильно букву или цифру или недостаточно он этого не то есть он ее не прописнет так снова запускаем двигатель ну что мы закончили развили замену двух форсунок то есть визуально наблюдаем ровную мягкую работу двигателя то есть она легко заводится мягко работать при замене то есть посмотря это видео соблюдайте данные вот такие нюансы все то есть по грязи то есть по грязи песку и т.д. т.д. затяжку чтобы то есть после скончания ваших работ результат был положительным так ну что мы в принципе закончили буду надеяться что данное видео помогло вам что оно интересно поэтому всем пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока